Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают он же доложил протеклих година. Эво вас, на едином особенном фильмском месту, кое на необычный начин плени все они кои доходят в этот город и коллико год кратко да буду, понесу сжайна сетчаня на тренутки проведены у ньем. Ви сте, такле, добитник почтасного срца Сарайва. Након толико награда кое сте добили у вашей карьеры, ова е некако другачи, а она не подлежит оним строгим правилим жирия, разлицним эстетикам поедини членов, а ово је напросто награда из срца, срце Сарайва за Тим Рота, за све негове фильмове које је направио. Как сте примили ову вјесте за награду? Нисам ни знао да због тога долазим. Я сам овде дошлао због ову мастеркласса, због часа, питања и одгобора што сам радио са и заправо са ми баш ўивао утоме. Мисли да су ми рекли да би ми могли дати некоја награду, али мисим да то ни било баш сасим сигурно нити јасно. Па за саким, било доста тешко доћ овде, веќ дуже време покушавам доћ овде, веќ неке двие године и више покушавам доћ, јер ми је пријателј Мишел Франко 25-та годишница, јесто да. Како сте сами рекли, у поподневниј сатима сте одржали мастеркласс младим нараштајима, будућим, филмским забиблијаницима и поклонницима филма. Модературјца је била Зана Марјанович Глумица, која је с Вама радила у филму «Сломљена» Руфуса Нориса. Сјећам се тог приказивања вашог филма у Кану. Те године чини ми се да сте и Аиди Бегић додјелили специјалну награду јер сте били председник жирија «Известан поглед у Кану». Тако да ви фактички сте дошли на оно мјесто гје сте одавно требали доћи, јер ви имате и те колико веза са ствараоцима из Босној и Херсеговини, зер не? Да. Те се ствари заиста поклапају чини се. Заправе је то била чиста слућајност, нисам размишљао о томе. Требао сам и студентима, који су слушали час брићати о томе. Када смо радили на филму «Брокен», заједно то је био мали филм са малим фуджетом у Англицкој е било тешко да да снимати филмове. Траже су у почетку да играм другого лика, али јас нехтил да будем добар лик за промјену. Некога ко воли своју дјецу, је добар човјек, мањи био, али ми је било задовно то одијрати и тако смо завршили заједно игравићу току заједно. Нисам знао да и она долази на овај час. Било је заиста лјепо видити је опет. Она је изванредна. Нисам мога остати до краја, је сам морао отић ово дјело, па доћ овде саћкати вас. Но да ли су вас лјуди на крају, какав је обићај, иначе питаји неке суштински ствари о филму? Јер сам видио на почетку да има много оних који су ваше филмови и текако гледали. Да, ото што ми се свидело, есто да е то со студентима. Неке филмските фестивали би то требали охрабривати, младе гунце, младе режисери. И било је заиста разно варсло. Неки люди сутражували практични совете, неки су хтјели чути само анекдоте, неки су хтјели питати нешто о неким специфичним режисерима, неки су видели неке филма који други нису. Било је то добра мјешавина, било је досто дивље, уживао сам у тома. А такођер, ја не марим да пуно причам, а драго ми је, тако да мислим да је публици било забавно. Питаћ је сад једно питање из сфере глобалистичких, да тако кажем, па ћемо онда причи на она која се тићу ваших филма, улога, ређија и тако даље. Наиме, куда иде овај свјет? Сазнао сем данас податак да је, рецимо, компанија Netflix богатја него мноје државе појединачно из ове регије у које се налази Босна и Херцеговина, дакле, државе на Балкану. Дакле, трка за бизнесом је неумитна, а шта ће бити са умитношћу? Колико год Netflix, дакле, промовира умитност, Плесе микрофоно. Дакле, мислам... Дакле, мислам... Дакле, мора дости да те компанија ће погадате около, видите да је све на телефонима, суда су телефонима. Лјуди стално гледају све на телефонима. Исправе, компанија, через снима ље, Айпад и компьютеры, телефоны и так далее. Стриминг – это все. Но если эти компании, как Амазона, Нетфликса, все они, Google, Apple, если они не будут инвестированы в умеетность, они не будут ничего не показать. Они должны понимать, что они должны иметь производство, которые они должны продать. Мы должны быть включены, молодые умеетники должны быть включены, они должны обрабатывать их, они должны финансировать фильмы школы, они должны работать в целом свете и помогать людям, а не только взять от людей. Это не глупые, и я думаю, что они будут решать это. Это вопрос о когда. Потому что они должны зарабатывать из этого. Это их работа. И умеетники должны быть включены. Когда я начинала это, Маргарет Татчер и те, что они взяли все деньги из умеетника, они были убивали их в умеетниках. И это как я встала в Америке. Но вы идете в умеетности, так что я завершила Амерција. Вы идете в это, вы идете в драмские школы, в школы, на факультетах, в театрах, в общественные театры, и в общественные театры. В общественные театры нужны дополнительные. И все эти люди нужно угробное, и они должны обрабатывать эти деньги. И они должны будут положиться от денег. Что вам это означает, и почему вас в таком случае привлечит? Индепентные финансировки, люди, которые помогут вам сделать фильмы, которые помогут вам сделать фильмы. Но идея о том, что индепентные финансировки, я думаю, это было только несколько лет, до определенные финансировки компаний не понимали о том, что они работали. Но для меня это был мой работник, и я был очень счастлив, когда пришел в Америку, когда это произошло, и я работал с Квентином, с Джеймсом Греем, с режиссерами, которые не знали, потому что они не успели. Но это было невероятное время, и я был очень счастлив, и это меня изменило жизнь. А потом с Рэлли и Тарантина, и выиграли в его фильмах «Дог резервуар» и «Палпфикшн» в 1992-1994 годах. И, фактически, в ваших отношениях, ваша карьера начинает уходить. Они были номинованы для «Оскара» и вы, в этом ощущении, начали очень интересную финансировку карьеру. И, фактически, когда я приехал в Америку, я уже 10 лет снимал фильмов. Я был очень успешен в том, в том, что я могу сказать. Я видел себя хорошо. И Квентин. Я видел его фильм «Росенкранс и Гилденстерн», «Су мертвы». И это было фильм «Росенкранс и Гилденстерн», «Су мертвы». Он сказал, что он приведет к этому человеку, и тогда мы поговорили. Я не идти на аудицию, я грозно на аудиции. Он мне просто отдал посадку. Это был его первым фильмом, а мне это было уже 10 лет. Но это полностью изменило мою жизнь. Остальные фильмы, из-за которых вы получили такие улоги в Америке, было и Майк Ли. Как Майк Ли важен за вашу карьеру? Майк Ли? Майк Ли? Минтайм. Да, это был моят вторым фильмом в Британии. И это было уважительно. Потому что я никогда не учил это, чтобы стать двумец. Уралио сам один посадок. И Майк Ли. Майк Ли. И... Некосовый партий. Но это было все импровизировано, но там было все импровизировано, не было сценария, и я не знал ни права концепта как те вещи функционировали, и за меня это было изовредна облака, как за глумцей, которая мне сказала, что я могу импровизировать вещи, и все, когда я делаю это не структурированный способ, Майк в то время работал на такой способ, я использовал это, но это было тяжело, но я использовал это. Но в начале карьеры вы были наклонены фильмом о детстве, и о умеетности, и вы хотели, прежде всего, стать риском или кипар. Визуально, это было в основе того, что ваша сфера интересована? Да, я сомендовал с этим. Мой отец был иммигрант, он был из САД, в Британско, он был в другом направлении, он был в другом направлении, он не был право образования, но он мог создать. Моя мать была учительница и художница, и это было всегда в доме, когда мы были в доме, моя сестра пошла в умеетничку школу, и я пошла в школу, но я пришел, чтобы стать актером, потому что у меня была женщина, которая была учительница, когда я был в среднем школе, и когда я пошел на аудицию за представление, она сказала, что это будет, и она сказала, что это будет, и она мне сказала, что это будет, и она мне сказала, как я идти на социальные театры, как я идти на часы, и я сомендовал себя в том, потому что я был очень хорошим учительницей. И когда вы сейчас вспомните о том, о чем вы говорите, вы говорите о том, что вы делали хорошую работу, когда вы получили такую решение, чтобы вы начинали первый фильм? Да, это было очень хорошим учительницей, но это было очень радо, и я очень рад, что я провел в этом работе. Это было очень хорошим учительницей, если вы можете работать. Вы начинали работать в «Позорище», да? Да, я работал в «Позорище», но это было не было что-то, что я хотел делать. Это было очень хорошо, но я всегда хотел быть в фильмах, в фильмах, в фильмах, в фильмах, что я всегда хотел делать. В иадим к вам ред diese решения о съемках, вcyclениях, в фильмах, seinen Kingracian вой腐-лищ Storage, who started учительницей, через качество произведу вас, реализовано отченốc. Да, я думаю, что мне привыкло в «Made in Britain» когда я читал это, что он был так смысл. Нормально бы это была улога, которую я бы играл, когда человек был груб, наива, насланный, но этот человек был помысл. Он был легче, чем люди, которые думали, что они были лучше. С одной стороны, он был связан с расизмом, а с другой стороны, он был связан с деструктивным отношением, а это было и о деструктивном отношении, которое пришло от страны власти, как и о том отношении, которое пришло от другой стороны. И поэтому это джечка существует, и все оно вокруг него. Я думаю, что это был известный фильм. Он был о малолетническом системе, образовательном системе и изборах, которые человек делает. Вы работали с Стивеном Фрирсом, и он не удалил о чаре Холливуда. Он вышел, работал, но вернулся. Вы остались. Что это было fascинально, что вы получили в Америке? У нас были в Америке, что вы получили в Америке, которые вы получили в Америке. Они были такие фильмы, которые я не хотел снимать в то время. Но, когда я был в США, как я сказал вам, они делали интересные, тяжелые и тяжелые фильмы, за короткий период времени. Поэтому, когда я был в Крисмас-карде фильме, когда я мог бы остаться там и увидеть, что я мог бы смотреть. Я думал, что фильмы были очень интересные в том моменте, когда я живу там, у меня есть семьи, но я снимаю фильмы везде. Иногда они финансированы там, но очень редко снимают там. Производство в фильме «Винсент и Тео» и «Роберта Альтмана». Возможно, это своеобразный возвращ в ваши молодежные семьи, когда вы только что-то учили, когда вы были еще и неизвестны, как мы говорили, «экопарство». Вы хотели быть такой ликовой интересной, но судья не хотела бы опять действовать в фильме и произвести эту роль. Я любил играть здесь, но в начале, когда я встретился с Altmanом, я думал, что я был преобладен, а он не думал так, и я думал, что это было хорошо, но Винсент был один из героев моего отца, и это был фильм, который я хотел снимать за него, но мой отец не видел этот фильм, но это был очень личный фильм, и много я научил от Альтмана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У определенной мере, я думаю, что два человека действительно изменяли мою жизнь, что касается работы. Один был Alan Clark на самом начале, с Made in Britain, который изменил все за меня. Продолжение следует... И еще раз, 10 лет назад, был Квентин, и он делал сам. Они были две сильные фигуры в моем жизни, которые меня ухлабили и дали мне работать. И как результат, это изменило мою жизнь. Когда я был в Сунданце с Квентином, с Резерва Докс, там я встретил свою жену в Сунданце. Великие изменения происходили с Квентином, и с Квентином также произошли. Великие изменения происходили. Действовало ли это с Аленом, так как я был очень счастлив. Быть фильмский негативный, а быть в публике здоровым, быть в публике, это, возможно, наиболее умение, которое мы можем получить. Роб Рои. Номинация, не получил Иоскар. Как он, действительно, оближировал вашу карьеру на некоторый способ. Он создал определен отношения и других, которые вы наблюдали свои фильмы за некоторые улоги. Ну, чтобы быть, это было неоскарно. Как это было важно? Я не знаю. Я думаю, что это было хорошая вещь. Они мне дали один в Британии, и они номинировали меня в Америке. Но... Я не знаю, что это имеет эффект в последний фильм. Я думаю, что это все урали за вас. Многие люди, которые приняты награды, и потом не пряжут ничего и не пряжут. Я думаю, что это связано на работе в последний момент. Я думаю, что это связано на работе, если вы желаете вы будете работать. И иногда вы делаете что-то не хотели, чтобы вы могли делать, что-то не хотели. И, возможно, с удовольствием вы сможете дать до них. Вы должны взять тяжелые вещи и любые вещи. Я делал очень плохие фильмы. Но я иногда использовал их. Иногда эти вещи хорошие, иногда плохие. Но я не знаю, если Оскар помогает. Он помогает некоторым людям. Я не знаю, если он помогает мне. Никогда не знаю. Но я уверен, что делать фильмы не только ход по звездам, но и трни и так далее. Да. Я думаю, что это работа, который приходит из много денег. И я думаю, что вы должны пользоваться этим, когда вы можете. Но это тоже много трудно. И иногда это эмоционально болно. Но мы здесь, чтобы обучить людей. У нас работа, чтобы вы обучить, а потом идем на следующий путешествие. Мы плавники. Ваш следующий путешествие было, в этой ствари, исследовательский характер, улазок в руководительские вода. Ратная зона была ваша деби. Как руководитель. Вы были уверены, что вы получили хорошие решения когда вы уйдете в эту другую форму, то, что очень комплексное деление фильмов? Да. Я думаю, что это лучший работа, который я никогда не видел. Я любил его больше всего. Но я не мог бы продолжать делать это, потому что у меня было детей, потому что у меня было детей, чтобы обучить детей, образование, и так далее. Я делал это раз, просто чтобы увидеть, если бы я смогу. И тогда я оставил это с другой стороны. И сейчас, когда мои дети, мужские, и сейчас я возвращаюсь к этому. Я любил это. Но это мне очень понравилось. Вы играете в очень много проектов, телевизионных серий, фильмов, режиссер. Я хотел вас спросить еще много вещей, но по протоколу за несколько минута начался большая церемония уручивания, начался с сердца Сараева около 4000 людей у одной красной атмосферы в Кину, под звездами. И я вам честитам у име глядателям Боснаско-Херско-Херско-Хорска радио-телевизије. И да вас питам на краю, само кратко, когда с заврши сет, снимание фильма или некого дьявола фильма, вы хотите идти в кафану, имали ли некий посебан кутак или это место где долази многие и с ким најрадије пьет топић? Најрадије и ако то могу, то и урадим. А поне кад, ако могу, одем у нека мјеста, на нека мјеста в Европе која сутика где могу бити јано и ману, а углавном идемо у мале ресторане, близу, без никакве везе са Холливудом, идемо куповину, ништа везано са фильмовима, ни не гледам фильмове, осьм старих фильмов, и то је то. Само држим да све буде мирно. Я вам такве тренутки жали ми овде у Сарајеву, док будете боравили, и још једном честитка за награду који ћте примити. Хвалу вам што сте били гост Босанско-Херцеговачког јавног сервиса, Босанско-Херцеговачке радио-телевизији. Босанско-Херцеговачка. Sinne поjlsянщадна и думай ма как нCl groomingавенниуд. Босанско-херцеговачка, барабан ма са в concутия е с Бэс 전улу, Босанско-Херцеговаччобе, Босанско-Hерцеговачка, Субтитры создавал DimaTorzok